МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сейчас в регионе. С вами Алексей Шемякин. Добрый день. И вот о чем мы готовы вам рассказать сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начинаем с главной федеральной новости дня. В Санкт-Петербурге сегодня стартовал Международный экономический форум. Он проводится уже более 20 лет и считается одним из крупнейших событий в сфере бизнеса и финансов. Форум проходит при участии президента России. Владимир Путин выступит завтра на пленарном заседании. Делегацию Архангельской области возглавляет Игорь Орлов. Глава Поморья примет участие в панельных дискуссиях. Кроме того, сегодня планируется подписание соглашения нашего региона с Калининградской областью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня весь день на Петербургском международном экономическом форуме работает мой коллега Артемий Заварзин. И сейчас он выходит на прямую связь с нашей студией. Артемий, добрый день. И так, как начался форум, какие настроения, какая вообще погода в Санкт-Петербурге? Да, Алексей, добрый день. Погода и настроения в Санкт-Петербурге сегодня самые замечательные. Плюс 20, светит солнце. Ну и погода в доме международного экономического форума тоже очень теплая и благоприятная для делового общения. Здесь собралось около 15 тысяч человек из 100 стран мира по последней информации. Вот за моей спиной вы видите раскинувшийся на целый километр коридор, вернее сказать, пассаж экспофорума, на котором уже с 7 утра оживленное бойкое движение и то ли еще будет. И так, свыше 15 тысяч участников, которые в течение трех дней будут посещать различные дискуссионные площадки, выстраивать бизнес-диалоги и подписывать важные соглашения. В том числе соглашение будет подписывать и Архангельская область. Общая тема экономического форума – экономика доверия. Разделена она на четыре тематических блока, в частности, инвестиционная привлекательность, поиск новых способов роста и место России в глобальном мире, глобальной экономике. Все это будет обсуждаться здесь с утра до позднего вечера на, как называют, форум «Русском довосе». Делегацию от Архангельской области возглавляет губернатор Игорь Орлов. Он представит региональный опыт в ходе целого ряда панельных дискуссий, в числе которых международный межотраслевой баланс и транспортные коридоры, сессия от углерода к кислороду, экономика новой эпохи. Будет и подписан ряд важных документов, но все карты раскрывать не буду. Скажу лишь, что по проекту «Белкомур» с Евразийским банком развития планируется подписать документ, который сулит многомиллиардные инвестиции. Поэтому скоро проект «Белкомура», очевидно, получит новый импульс. Также среди спикеров, что интересно, будут люди далекие от решения вопросов глобальной экономики. Например, Гуру и Йок из Индии, Садх Гуру, очень неизвестный мистик и коуч, которого привозит один из крупнейших банков страны, а также швейцарский актер и режиссер Винсент Перес. Не знаю, о чем они будут говорить, но однозначно будет интересно послушать. Ну а все увидеть и показать поможем мы. Телеканал «Регион 29» работает здесь в течение трех дней. На ближайшее время мы, не побоюсь этого слова, в самом эпицентре деловой жизни в стране и мире. Ну и, конечно, ждем выступления президента завтра на пленарном заседании, а также визита президента Франции и премьер-министра Японии. Кстати, помимо нашего телеканала, здесь работают еще примерно тысячи журналистов из средств массовой информации 45 стран мира. Поэтому без форумных новостей точно не останемся. Это я обещаю. Алексей. Спасибо, Артемий. Наши коллеги Артемий Заварзин и Светлана Михеевская работают на Международном экономическом форуме Санкт-Петербурге. Их очередной рассказ ожидаем к следующему выпуску новостей. Ну а пока к другим темам. Теперь в Архангельск очередной ДТП со смертельным исходом на Маймаксанском шоссе произошло этой ночью. В районе поселка 14-го лесозавода водитель Рено зацепил попутный ВАЗ, проехал еще около километра и столкнулся с самосвалом. На месте происшествия работали пожарные спасатели. 34-летний рулевой иномарки погиб на месте. Его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Финансовые махинации в крупнейшем коммунальном предприятии Северодвинска дают повод для новых разбирательств. Так, уголовное дело в отношении бывшего руководителя СМОП ЖКХ Леонида Полякова из суда возвращено прокурору для проведения дополнительного расследования. На предприятии сейчас новый директор, и теперь уже в отношении него возбуждено уголовное дело. Напомним, коммунальная революция произошла в Северодвинске в июне 2017 года. Директор жилищного СМОПа Леонид Поляков был уволен за обвинение в присвоении 16 миллионов рублей. Руководителем стал его зам Вадим Косторной. Однако в ноябре прокуратура выявила новые нарушения. Директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Косторной и его заместитель Алексеев путем изготовления подложенных документов в ноябре 2017 года изменили порядок определения числа голосов в обществе с ограниченной ответственностью ООО РОС, ООО «Жилцентр» и ООО «94-й квартал», лишив при этом муниципального унитарного предприятия права решающего голоса в указанных предприятиях. Так, по новым документам, вместо 75% голосов и участников общества осталось только 25. Новое руководство попросту захватило управление трех предприятий. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Решается вопрос об аннулировании документов. Другим темам набережной Северной Двины – любимое место для прогулок горожан. Ее длина более 7 километров, и первая набережная появилась в Архангельске сотни лет назад. Ну а в том виде, в котором ее можно увидеть сейчас, она построена еще в прошлом веке. И с тех пор здесь из года в год повторяются одни и те же проблемы. Каждую весну плиты уходят из-под ног, а где появятся очередные пустоты, предсказать невозможно. Как городские службы решают эту проблему, расскажет Вадим Федосеев. Солнечная погода, которая стоит в Архангельске, осветила многие серьезные проблемы городских пространств. К примеру, на излюбленной для прогулок набережной Северной Двины бетонные плиты буквально рушатся на глазах. Особенно это видно напротив гостиных дворов. Пока в городе белые ночи, провалы можно обойти. Но когда начнет темнеть, не мудрено попасть в ловушку. Ну вообще, за ребенка беспокойно побежит. Не поймаешь, и все, будет там. Поэтому хотелось бы, чтобы исправили. Да, доча? А по набережной часто бегаете? Каждый день. Ну и всегда-то проблему была? Замечали? Всегда была. Не видела, чтобы не было дыр. На дороге так же. Кстати, не только набережной. То, что такая ситуация повторяется из года в год, подтверждает в городской администрации. Вода вымывает песок, который находится под бетонным покрытием. Соответственно, проседает бетонное покрытие. В каждый год дефекты такие возникают. И каждый год принимаем меры к их устранению. Теплая зима еще больше усугубляет ситуацию. И какие бы надежные материалы не использовались, вода все равно камень точит. То есть ремонт никаких гарантий не дает. Что происходит под основанием набережной, неизвестно. Поэтому единственное, что могут сделать специалисты, устранить видимые провалы плит. В комплекс работ входит заделка швов, плиты герметизируют, из которых состоит набережная. Соответственно, подсыпка песка, основание и укладка плит, либо цементирование участка. Сейчас в городской администрации составляют смету работ. В течение месяца набережную обещают отремонтировать. Вадим Федосеев, Екатерина Широкова, Светлана Михеевская, Ольга Красулина. Регион 29. В Онеге горожане организовали акцию в поддержку проекта реставрации проспекта Кирова. На центральной площади собралось более полусотни человек. На участие в конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малогородах Онега заявилась в апреле 2018-го. В планах реставрация памятников, архитектуры и проведение на главном проспекте города ландшафтных работ. Я увлекаюсь историей нашего города, и поэтому мне все очень близко. И очень больно, что вот сколько мы потеряли. Но надо сейчас использовать момент, чтобы восстановить хотя бы заново, но чтобы все у нас было красиво. 26 мая в Москве проект будут защищать перед Федеральной комиссией. Если все пройдет успешно, среди прочих 15 малых городов России, Онега получит 55 миллионов из федерального бюджета на реставрацию исторического проспекта. «Сказок нет» — это новый совместный проект благотворительной организации «Время добра» и труппы Архангельского драмтеатра. Премьера спектакля состоялась накануне в столице Поморья. Актеры — в нем дети с ограниченными возможностями здоровья. О впечатлениях после премьеры и о том, почему плакали зрители Михаил Меньшинин. «Не было у тебя? Нет, был. Не было? А я думаю, был. Просто я не хотела, мешает плакать». Одиночество и страх, боль и неопределенность. В спектакле «Сказок нет» актеры, дети, участники инклюзивной театральной студии «Время добра». Но вопросы, над которыми они размышляют, вполне взрослые. «Не знаю, как-то вот, откуда-то вообще. Сказок нет. А это же не, ну, во-первых, это не сказочный материал. Я не считаю это сказками. Скорее, притчи». «Сказок нет» — постановка по произведениям Сергея Козлова, автора знаменитого «Ежика в тумане». Герои его новелл знакомы всем. Ежик, медвежонок, заяц и лесные герои. Кто-то из них мечтает летать, а кто-то боится даже шороха листвы. «Там двоемыслия точно есть. Листва характеризуют смерть. Смерть — это самое худшее в жизни, что мы всего боимся. Поэтому заяц очень боится этой листвы». Особые артисты держат весь спектакль. В помощь им лишь один профессиональный актер. «Я не ожидала, что будет столько народу. Конечно, волнительно было, но с волнением я посправилась. Мы все молодцы». «Сказок нет» — это третий совместный проект благотворительной организации «Время от обра» и театра драмы. «Я хочу сказать, что то, что я увидела сегодня, это огромный успех. Это, конечно, даже, наверное, круче, чем «Урфин Джулс». Настолько, с учетом того, что дети с ограниченными возможностями сами на сцене, я просто потрясена. Действительно, я рада, что театральная студия дала свои плоды. Это их экзамен. И экзамены они прошли на отлично». «Честно говоря, это очень хорошо, это очень здорово. Сначала мне было немножко как-то страшновато, потому что действительно это спектакль для взрослых. Для взрослых именно вот для того, чтобы даже не это разбудить, а вот это разбудить». «Очень классные. Мне больше всех понравился «Ежик». И мне еще понравился «Сеослон». Увидеть премьеру спектакля «Сказок нет» можно будет сегодня в пять часов на сцене театра драмы. А уже в конце мая артисты покажут постановку в Санкт-Петербурге на сцене театра имени Ленсовета. Михаил Меньшинин, Екатерина Широкова, Денис Линчевский, Регион 29. На этом пока все. Спасибо, кто был с нами. Увидимся совсем скоро.